Агитпром сравнительно новый эффективный отечественный препарат, который вводится чиновниками населению через экран телевизора. Под воздействием Агитпрома, даже доклад о разрухе в дорожном хозяйстве, электорату может показаться приятным. Послушайте. Я бы сегодня предложил поговорить не о реализации программы, в которую мы в настоящее время готовим изменения и дополнения, а поговорить о стратегии развития дорожной отрасли на ближайшие три года по поручениям временно исполняющей обязанности губернатора Новгородской области Андрея Сергеевича Никитина. Если воздержаться от бесконтрольного приема Агитпрома, то можно проснуться, удивиться и попробовать вернуть докладчика в реальность. Почему вы улыбаетесь? Что я такого смешного сказал? Вы когда начнете их строить? Осенью? Зимой? Если деньги придут? Мне показалось все. Вице-губернатор с ухмылкой пытается отвечать. Я считаю, что совершенно справедливо. Да, эмоционально. А может быть, так скажем, может быть не формат думы. Мое слово, мое замечание. Гости города, кто еще не переел новгородского Агитпрома, тоже замечают, что дорог уже нет, как нет и битвы за каждый метр полотна. Друзья, значит, первое впечатление после того, как мы въехали в Великий Новгород, здесь нет дорог почему-то. Вы чувствуете, как нас трясет? Блогер Варламов мог бы сделать замечательную фотосессию заседания областной думы. Посмотрите, не могут уже депутаты слушать о том, что непонятно, когда превратится в дорожное покрытие. Надежда новгородских дорог Александр Дронов. Теперь он заместитель в Рио, рожден в 79-м, профильно образован, возглавлял в Костроме Автодор и был уволен. Как пояснил губернатор Игорь Слюняев, цитируем вести, одна из причин – дороги в области ремонтируются неудовлетворительно. Не веря Игорю Слюняеву, решили связаться по телефону с Костромой, с отделением коммунистической партии. Не очень был обязателен, мог какие-то вещи, то, что касается для начальства, мог подать информацию о том, что ситуация существенно лучше. Зимой новая команда обещала организовать ремонт и обслуживание дорог, однако ударной активности до сих пор нет. Активность началась в другом месте – в конкурсной комиссии, которой предстояло решить, кто получит более 100 миллионов дорожных рублей. Как вы думаете, с появлением новых людей на Софийской площади мог ли измениться список претендентов? Мог ли кто-то подвинуть новгородских участников? 1 июня нам поступила жалоба акционерного имущества СМУ-57 на то, что при участии в аукционе на выполнение работы по содержанию дорог на территории области, мы здесь говорим о Валдайском, Волотовском, Демянском, в общем, много районов. На второе полугодие 2017 года цена контракта больше 100 миллионов рублей была, 108 миллионов. В общем, при участии в данном аукционе СМУ-57 посчитало, что их необоснованно отстранили от участия в закупке. То есть они подали заявку на участие в этих торгах, и аукционная комиссия, в состав которой входили представители заказчика, Новгород Автодор, отклонила заявку данного участника от участия в аукционе, не позволила ему принять участие в торгах, соответственно, бороться за заключение контракта. С этим была связана подача жалобы этим обществом. Но в результате рассмотрения этой жалобы те нарушения, которые податель указывал к своему обращению, они подтвердились. Жалоба была признана обоснованной. Действительно, аукционная комиссия, в состав которой входили представители заказчика, не имела права заявку этого общества отклонять. Но ведь были же дороги другими. Что произошло и происходит? И можно ли что-то сделать? Интересуюсь мнением Михаила Прусака. Мы отчисляем очень много денег на дороге. Водители и жители страны. И, я думаю, достойны, чтобы нам хотя бы ямки залатали. Вот мы с Петром Ивановичем, когда у нас не было денег, мы эмульсию в Боровичах сделали, помните? Кирпичиков накладем в ямку, потом засыпем этой эмульсией. Она, если правильно все сделать, ямку-то стоит, потом хорошо. И я бы сказал, что есть люди, надо инвентаризацию кадров сделать Дорожного фонда в нашей области. Вот мое мнение, что такой человек, как и Велеваль Петр Иванович, он и должен назвать человека, профессионала. Может, есть молодой какой, такой похожий на него. Вообще, я бы его вернул. Меня, конечно, никто не послушает, потому что сейчас модно какие-то команды, какой-то бредоз этот, что вот должна быть какая-то команда в тяжелое время, надо опереться. А мое мнение такое, не надо доводить до тяжелого времени, поэтому команды не надо. Надо набирать профессионалов. Торги отменены, через месяц-полтора процедуру запустят по новой. А пока новгородцы будут ругаться, блогеры удивляться, а Гитпром выдавать все новые порции навоза с патокой, а в дом на Софийской завезут свеженьких варягов и никого не спросят. Не ваше это дорожное дело.